Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Власти Молдовы открыты для переговоров с оппозицией, но только с теми, кто легально и прозрачно финансирует свои партии и осуждает войну в Украине. Об этом заявила Санду в эфире TV8. Мы открыты для диалога с оппозицией, мы открыты для диалога с честными людьми. Есть люди, которые обограли это государство и теперь находятся в оппозиции. Есть политпартии и коррумпированные группы, называющие себя политпартиями, и есть те, кто финансирует свои партии легально, прозрачно, цитирует президента Молдовы Нуи МД. «Давайте поговорим с теми, кто за благо страны. Мы готовы, давайте поговорим с теми, кто работает в этой стране, а не в другой. Давайте поговорим с оппозицией, которая против войны, потому что все должны быть против войны. Вот с такой оппозиции мы готовы встречаться. Такая оппозиция есть, но она небольшая. Я не вижу этого в парламенте», – подчеркнула Санду. Президент прокомментировала визит представителей оппозиции в Москву. «Трое депутатов отправились в Москву, чтобы продать идею о том, что партия ШОР может дестабилизировать ситуацию в Молдове посредством акций протеста», – сказала глава государства, цитируя «Зерл Нэшнл МД». Санду иронично высказалась о том, что трое депутатов обсуждали газ с представителем комитета по международным связям Госдумы РФ Слуцким. Они встречались с представителями Газпрома. Некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии тоже порсили газ из России подешевле. Направили несколько писем, но ничего не получили. То же самое с газом для Аргеева», – отметила Санду. Напомним, что депутаты от партии ШОР Регина Апостолова и Петро Жардан заявили о визите в Москву, в ходе которого совместно с Леонидом Слуцким проанализировали возможность развития торгово-экономических отношений с Аргеевским районом. О результатах правления ПАС Майя Санду заявила. «Команда работала серьезно и хорошо, при том, что год был сложным. После выборов у нас было только два спокойных месяца. Затем начался энергетический кризис, потому, к сожалению, началась война. Эти внешние кризисы осложнили нашу работу. Тем не менее, у нас есть продвижение в некоторых реформах и областях. Правительство работало и работает на благо людей. Прошлой зимой правительство сделало все, чтобы помочь жителям Молдовы. Следующая зима вновь будет сложной, но правительство к этому готовится. Правительство хорошо справилось с кризисом беженцев. Это была сложная работа. Есть также области, где реформы только начались, но война все планы изменила. Я бы хотела, чтобы экономика развивалась лучше. Хочется увидеть большую дебюрократизацию, чтобы бизнесу стало легче развиваться. Некоторые люди не хотят понимать роль бизнеса, а он создает рабочие места, платит налоги. Без развития экономики мы не сможем развиваться, развитие экономики – это создание хороших условий для бизнеса». Об оппозиции Санду заявила, что отставки президента или правительства не будет. У нынешнего правительства есть политподдержка, это нормально в демстранах, чтобы оппозиция требовала отставки правительства, потому что оппозиция сама хочет прийти к власти. Есть авторитарные страны, в которых оппозиция, если она требует отставки президента или правительства, может оказаться за решеткой. У нас не такая страна, и нет ничего нового в том, что кто-то требует отставки. Если, конечно, речь идет о реальной оппозиции, а не о коррумпированных группировках, тогда это уже другой вопрос. Партия Шур сейчас пытается продать Москве идею о том, что они смогут дестабилизировать ситуацию в Молдове, что они пророссийские, и на них надо обратить внимание. «Мы открыты для диалога, но мы открыты для диалога с честными людьми, а не с теми, кто воровал у государства. Мы хотим говорить с теми, кто хочет работать на благо людей, а на благо этой страны, не другой. Мы хотим говорить с теми, кто против войны, и тут не должно быть никаких обсуждений. Такая позиция есть, но она очень небольшая, в парламенте я ее не вижу». На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.